Где-то за неделю до начала моего отпуска я нарвался на объявление дьяхтинной школы Русейлинг, которая проводит обучение по системе Аль-ВАйТи Бориборг-Скипер. А так получилось, что в этот день рождения был отпуск. Ну и в этот отпуск супруженька моя и решил сделать мне подарочек. Отправил меня в Турцию одного на яхтку. Постегать азы в Бориборг-Денье. С этого я и начну свой рассказ о получении прав Аль-ВАйТи Бориборг-Скипер. Итак, прилетел в Даламан, промежуточный пункт моего прибытия. Ну аэропорт как аэропорт. Ничем, на мой взгляд, замечательно не отличается ни от Мотова, ни от Домодеда, ни от Шерметова наших в Московске. Сейчас жду багаж. Вот и начали нам пробовать чемоданы. Кстати, Wi-Fi в аэропорту нет. У меня очень сильно расстроило, но я надеялся. Скоро будет у меня сумочка. А вот, кстати, и она. Так, я наконец-то заселился в номер. Мой временный номер, в котором я буду ждать завтрашнего дня. А потому что завтра с утра я уезжаю на яхту и буду жить дальше на ней. Но, так как завтра не сегодня, сегодня придется провести время в номере. Вот такие вот номера. Буквально за 35 евро можно взять в Турции в Мармарисе. Вот. Я сейчас нахожусь в Мармарисе. Как в самом ближнем курортном городе. К Марине, где стоит яхта, в которой мне придется прийти. Ну, в общем-то, это обычный номер трехзвездочного отеля. Как и везде. Чистенько, уютненько. Бывая в командировках, я всегда останавливался именно в таких. Валкончик. Кстати, бронируя через букинг, мне включили кондиционер. Это платная услуга в этом отеле. Но через букинг она у меня уже включена. Но, к сожалению, не включен Wi-Fi. Хотя мне здесь тоже нужно. Ага. Двер на балконе открывается. Так. Двер. А это? Что не так? Аааа. Ну что ж. Это такая же ее деревня. Первый раз столкнулся с раздержанным балконом и в нем разобрался. И вот такой у нас дворик. Вид из балкона. Да. Не дворик. Не дворик. Садик, скорее, небольшой. Похоже на Абрикосы. На самом деле, вот все вокруг – это отели. Маленькие, дешевенькие, наподобие моего. И люди, приезжая в Мармарис, становятся много людей. Ну, честно говоря, если бы я был приверженцем отельного отдыха, я бы в таких останавливаться не стал. В качестве командировочного куда ни шел. Но прожить здесь неделю-две в доступности на расстоянии от моря – 500 метров. Уздохнешь ходить по шаре на такое расстояние. Итак, я попытаюсь погулять по городу. Мне не дали карты, а интернета сильно нету. Поэтому скачать от нее неоткуда. Мне рассказали, куда двигаться. Пока я дошел до пляжа. Вон там, когда Марина. Вторая Марина. Ну что ж, буду искать дальше. Нужно ведь цивилизация какую-то увидеть. А не просто пляжный отдых. Я так никак не для этого сюда приехал. Пока наслаждайтесь красивыми видами курортного города Камис со мной. Я еще не увидел ни одного живого города, ни живого здания. Сплошные отели, сплошные бары, где люди тут живут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Красота! А я плавки не надел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не буду вас смущать гостиничных мусульман своими труселями. Продолжаю идти по пляжу. В конце его не видно пока. Хотя нет, конец-то видно. Надо его еще пилить и пилить. Полоса. Узенькая. Все заставлены лежаками. Есть свободные. Заманивают. Свободными лежаками, свободным Wi-Fi. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как ни странно, русского речи слышно очень мало. Но все равно слышно. И в отеле со мной разговаривают не по-русски, а по-английски. Что, ну, немного приятно. Я как раз хотел вартиковать английский. Сейчас иду в сторону Марины. Я надеюсь, что там найду живые дома. Ну, и не конкретно там, а хотя бы рядом с там. Не смогу посмотреть, чем живет Мармарис помимо туризма. Какая громадина. Здесь шеф-балок стоит. Красовая лава. Но, к сожалению, не на нем мы будем кататься. Типичный местный житель. Наверное, насульманин. Привет. С мусульманин. Не хочет со мной общаться. Я потихоньку гуляю. Эти домов явно заселенных обычными жителями. Тут уже стоят апартаменты. Какие-то гостиницы. В них абсолютно одинаково. Я-мых отличий просто нет. Я-мых отличий просто нет. Я-мых отличий просто нет. Добрался, наконец, до Марины местной. Наконец-то же, основное, основные водки туристические. Для заработка денег местными. Красавцы стоят, замануха туристов. Продолжение следует... 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 Какие махины стоят. Судя по всему, они окупаются. Иначе бы их и строили в таком количестве, в таком объеме. Единственная цель набрать народа. Покатать по воде пару часиков и вернуться. Я сомневаюсь даже, что они моря выдержат более-менее серьезное. Ой, вяточка стала горячо. Я так понимаю, что вода здесь работает в другую сторону, потому что, видимо, сначала эта речка сухая-присухая. Вот китайцы. Памятник кому-то. Турецкий скажите кому. Мустафа Кимов, Ататург. Мустафа Кимов, Ататург. Мустафа Кимов, Ататург. Здесь давили. Опять здесь транспорт, который пригравливается к велосипеду. Может спокойно. Мустафа Кимов, Ататург. 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 но это на якоре. Я не знал, что не проповедует. Вот она, местная гордость наверняка. Такой огромный. Бахрилья. Яхт-чартер. Кто возьмет себе такую яхту в чартере. Но не такой много. Команду кормить опять же. Электричество. Не вижу ни одной солнечной панели. Откуда брать? Интересный суд, но не практичный. Посмотрите на эту корму. Я даже не знаю, что там с порта. Я ходю в фонтан кормить. Очередная красавица. Есть немножко. Ницел Марина. Рисверис Меркези. Рисверис Меркези. Ордие. Русichtet. вот где-то нельзя кататься где-то нельзя кататься на этих мопедах а то, честно говоря, они уже достали два раза чуть не задавили это Марина Марине указатели на разные веселительные заведения супермаркет прямо на территории Марины на территории Марины по дороге к местам, где стоят частные суда меня остановили вы стокируете сказали дальше нельзя только для владельцев такие вот порядки на самом деле приятно никто лишним туда на свои водочки нападет на самом деле что очень